Почувствовать себя исследователем и отправиться на изучение обломков легендарного Титаника — авантюра, на которую решится не каждый. Но возможность такая есть. С 2021 года компания Ocean Gate занимается проведением туров на дно Атлантического океана. Батискав Титан опускается на глубину более 3000 метров. С тех пор Титаник увидела около 60 платных клиентов и 20 ученых. 18 июня во время очередного погружения связь с субмарины была потеряна. Уже третьи сутки пять пассажиров находятся в замкнутом пространстве на глубине около 4000 метров. Запас кислорода на судне ограничен. Его хватит на 96 часов. Единственный способ выбраться — поднять субмарину и открыть люки. На глубине этого сделать не получится. Давление попросту сожмет пассажиров. Там примерно, я думаю, не больше, чем одна атмосфера. Ну, даже если две атмосферы, оно по отношению к 400, это очень малая цифра. Если они пытаются отсюда выбраться наружу, то за счет большой разницы давлений, ну, что произойдет с телом? Ну, просто лишь его сожмется тело, кости будут деформированы, грудная клетка будет сломана, легкие сожмутся в очень маленький кусочек, размером с мел, допустим. Вот. Что, конечно же, несовместимо с жизнью. Эксперты отмечают, что большая опасность для пассажиров представляет не давление, а ограниченный запас кислорода. Он закончится уже завтра. Также имеет значение психологическое состояние. Конечно, перед погружением все члены команды прошли проверку на клаустрофобию. Однако сам факт отсутствия возможности что-либо сделать для собственного спасения – большой стресс. Психологи отмечают, что паника в ситуациях на грани жизни и смерти раскрывает истинную сущность человека. На смену паники приходит этап адаптации, включается экстремальное мышление. Конечно же, люди всегда до последнего строят иллюзии, строят и привязываются к жизни. Даже тогда, когда шли в печи газовые люди, они все равно надеются, что это не произойдет. У человека заложена гигантская способность строить иллюзии и иметь привязку к жизни до последнего дыхания. Этим утром были обнаружены подводные шумы в районе погружения. Сам батискав пока не найден. Максим Мартынов, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универньюс.